Всем огромный привет, друзья! С вами Харди и мы продолжаем. Мы продолжаем, это последний день новичка. А можно ли бомбить бункер альфа красиво, но без воина из-за угла? Вот, у некоторых устройства полагают и воин из-за угла им не поддается. Я думаю, можно. Я думаю, можно. Сейчас мы с тобой это обязательно посмотрим. Но прежде заберем халявку, да? Без вот этих гранат, грамотной зачистки бункера альфа не будет. Если у тебя до сих пор нет взломщика первого левела, бро, ну тогда просто качайся и жди. Когда докачаешься, обязательно посмотри и пересмотри этот ролик. Взломщик, вот он этот скилл. Всего лишь первый левел. Если у тебя левел уже второй, третий, ну тогда у тебя все еще намного круче, чем у меня. Это минимум, который мы должны с тобой делать в мотеле. Вообще, его надо брать полностью. Жесть, да? Надо, 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 надо. Хил, конечно, надо. Все нам надо. Это жесть, это жесть. Мотель это очень круто. Его надо защищать полностью, тогда этих болтов будет штук 15 и всех-всех-всех остальных ресурсов тоже дофигища. Поехали. Бункер альфа без воина из-за угла, за новичка, но все-таки про зачистка. Что тебе потребуется в этой про зачистки? Ну, соответственно, самое главное это гранаты. Ну, хотя бы две штучки, хотя бы две гранатки нам с тобой нужно. Два. Нужен обязательно вот такой разрушитель. Аналог этого разрушителя, вот эта коса, она выбивается на ферме. Вот такой вот, вот такая вот кувалда не пойдет. Если у тебя там нету определенных модификаций на дальность атаки, то она у тебя, короче, не пойдет. Поэтому придерживаемся все-таки разрушителя, потому что он у нас крафтится, да? Бери и крафти сколько угодно. Сколько тебе влезет, столько и делай их. Шмот рабочий, военный, любой какой получится. Хил, соответственно, для страховочки берем вот такие вот бинтики, да? Если совсем жареным дел запахнет. Но хиляемся непосредственно жратвой. Фантастический ивент. Его я пропустить не могу. Показывать тебе не буду, но пропустить не могу. Там и достается вот этот палец. Это просто халявный огнестрел. Это халявная алюминиевая стальная пластина. Ну, короче, ключ гаечный. Дофига чего. Это очень-очень ценная вещь и проходится элементарно. Если на этом ивенте тебе выпадают рейдеры, да? Посмотри внимательно, с чем они ходят, что у них в руках. Если у них в руках мачеты, две халявные мачеты твои. Без шуток. Две мачеты просто на халяву. Здесь, кстати, тоже гаечный ключ падает. Я думаю, он тебе уже нужен. Если пока еще не нужен, скоро будет нужен. Мужчина поворачивает. Здесь вот единственный косяк. Надо дождаться, пока вот этот бомж отойдет, да? И все. То есть самый минимум, минимум, минимум. Я сейчас его покажу. Подходишь вот к тому крестику на радаре, да? Справа. И готово. Забираешь свой палец. Вот. Мужчина бежит, 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 бежит. Мы спокойно вот так идем. Бомбим вот этого бомжа. И забираем свой палец. Палец дают не всегда, но очень часто. Если успеешь, можно еще вскрыть вот этот ящик. Но суть, конечно, в пальчике. Быстрее, быстрее, быстрее. Оп. Хорошо. В этом ящике всегда в нищи. Серьезно. Я тебе показываю эти ивенты поверхностно. Поверхностно. По-хорошему надо полностью зачистить. В разрушенном конвое гаечный ключ, электроника, флешки, телефоны, пружины. В мотеле то же самое. Полностью надо чистить. Не вот так вот. Но если время тебе не позволяет, можно взять все самое ценное, самое вкусное. Бункер Альфа, бункер Альфа. Мультина елочка. Мультина елочка. Чуть не обозвался. Если бы я его назвал мультиной лампочкой, он бы обиделся. Он уже давно елочка, да? В нем столько лампочек, что он уже светится. Перепроверка, да? Вот эти штуки из ПУ ты поднимаешь. Лучше оставляй на хард режим бункер Альфа. Не надо их в нормалы тащить и все такое, да? Огнестрельчик. Нужен ли он нам? Ну типа, а что нет-то? Друзья, это не первая зачистка бункера Альфа. Это про зачистка бункера Альфа в режиме новичка. Если ты первый раз зачищаешь бункер вообще в своей жизни, посмотри нового человека в плейлисте. Первая зачистка, там своя специфика. Ты яростных гигантов не трогаешь, но при этом открываешь оранжевый ящик и зеленый, да? И тогда уже спокойно бомбишь, как большой. Так, поехали. Бункер Альфа, пароли. Я смотрю в паблике, Печка ТВ, Вконтакте и в Дискорде, конечно же. Шуток, это очень удобно. Зашел быстренько вот так. Пауз. Все. Посмотрел дату. 27-28. 22-472. Чего? 22-472. Что, фигел, что ли? Также ты можешь это посмотреть в Дискорде, Печка ТВ. Не знаю, в чем косяк, но вот видишь, да? Косяк возник в паролях. Бывает такое? Бывает. 24-472. 24-472. Чик. Фу! Я уж напугался. Не-не-не. Честно, я уже забыл, когда на радио накручивал дома пароли. Я всегда смотрю либо в паблике, либо в Дискорде. Кажи-еды, кажи-еды. Надо ли вот этих вот пацанов высекать тут? Ну, как бы нам с тобой билетики нужны, да? Мы туда приходим с одной корыстной целью. Билетики. Без война из-за угла, бро. Вот такие удары надо делать. Заметь, он мне сразу не всек. То есть я красиво сделал удар и отбежал, да? В этом суть вообще эконом прохождения. Без войны из-за угла. Это реально можно делать. Покажу я на примере третьего этажа, почему он самый ценный, он самый вкусный. Когда ты только возьмешь, значит, взломщика, как я, да? Третий этаж. Больше никуда не трать свои гранаты. У-у-у, да? Ты видел, с какой легкостью нам этот палец достался? Вот. А какая награда фантастическая? А какая фантастическая награда просто? Жесть. Где брать гранаты? Я думаю, ты знаешь, где брать гранаты, да? В бункере Альфа. Но если не знаешь, и если ты еще до сих пор не подписался, подписывайся на канал. Видосы выходят каждый день. Мы регулярно играем в Last Day. Есть такой ролик уже. Посмотри в описании видео, где брать гранаты, да? И ролик. Вот. Ну, я его пересниму в ближайшее время. Шикарно, да? Пересниму только уже за нового человека. Ну и поехали. Стараемся не собирать паровозы, да? Как яростных бьем? Красиво бьем яростных. Вот. Оп. Хорошо. Если у тебя не получилось сесть, ДПС по нашей С должен уменьшаться, да? Соответственно, бьем вначале худеньких мужчин, а потом уже плотненьких. Тогда ты быстрее просто снизишь дамаг по себе, да? То есть меньше будут тебя напрягать. Вот этих пацанов-токсиков надо с одного удара выщелкивать. Как это проверяется? Видишь, труба 30 урона. В спину бьем в 3 раза больше. То есть 90. Я его не выщелкну сейчас в спину, то загорится толстяк, да? Да? Соответственно, берем разрушитель. Он точно нагнет. А можно ли еще чем-то? А ничем, ё-моё. Ничем, увы, ах. Чик. И опять же, да? Ударил и тут же садишься. И по стелсику дальше красиво. Вот так разрушитель лучше не трать. Оставляй разрушитель только для удара в спину. Он по крафту достаточно тяжелый, да? Если есть самолечение, юзай самолечение. Если нет самолечения, ну не юзай самолечение. И что поделать, да? Когда-нибудь будет. Блин, друг, да тише ты. Вот эту хавать надо ерунду постоянно. Постоянно надо хавать эту шляпу. Ай, блин, заюзал самолечение. Вот рукожоп. Потому что потому. Она лечит не моментально, да? И чтобы у нас производство не тормозилось. Надо постоянно есть. Вот, большой вроде бы паровоз, да? Да ничего страшного. Сфокусировались на одной цели. И все, и готово. Как тут цель выбирается в игре? Ближний, кто к тебе? Вот это постоянно надо есть, блин. Если виллы, да? Просто отбегаем. И вообще я делаю постоянно отшаг. Ты видишь, да? Я постоянно делаю отшаг такой. И все такое. Я сразу подготавливаю к элементарному паровозу все это безобразие. То есть я тебе сейчас покажу элементарный паровоз. Самый простой. Есть более сложные схемы паровозинья. Но я тебе покажу попроще. Вот это всегда под рукой держим. Потому что... Ну, потому что если будет жареным пахнуть, да? Придется бинтом лечиться. Иначе нагнуть. Убегаем. Нам нужен таргет с тобой, цель. А не видишь, как негодяи, блин. Тяжело цель выделить нужную. Ну, как бы растягивать, да? Растягивать это вообще классно. Чё попало? Каждому по удару. Если ты сможешь, то бей только одного, да? Начал одному отнимать. Ну, конечно, отнимай ему. Не надо бить номер два, номер три, пока номер один еще живой. Чем быстрее ты его снесешь, тем меньше дэмэджа получишь в сумме. Соответственно, если у тебя нет гранат, бро, ты просто яростных не убиваешь. Коса хороша тоже. Давай посмотрим отличия. 60-0-7. 55-0-7. Коса даже жестче. Она не так часто падает на ферме, да? Но падает. Если у тебя уже нет проблем с ресурсами, тогда бомби и в лицо, да? Косой разрушителем. Но если все-таки пока напряженка, делай только один удар задний. И сразу меняй вэпон. Ну, прежде чем нападать, да, на этих пацанов. Видишь, да? Я по стенке иду, и они меня не видят. Прежде чем нападать, конечно, лечись в полную. И смотри вот за этими параметрами. Голод и жажда. Как только ты будешь сыт, ты не сможешь хиляться. Тебе надо будет бинтами лечиться. Оп. И чтобы не тратить косу, вот сюда отбегай вот так красиво. И спокойно меняй. Они застревают вот этих ерундовинов. Ну, как бы понятно, что здесь надо бить толстяка, который уже покоцанный, да? Вообще не стесняйся бегать. Бегай больше. Просто смотри по радару, куда бежишь, чтобы ты лишних не загрел. Хорошо труба кританула, да? Это все благодаря старой ферме, бро. Старая ферма дает нам вот такие чудесные моды. Какое оружие лучшее, меня часто спрашивают. Нет лучшего оружия для конкретного персонажа, конкретное свое лучшее. То есть, тебе вперло на модификацию для мачете, значит, ты будешь вот так бегать. Тебе вперло на трубу, значит, ты будешь бегать с трубой, как я, пока не будет чего-то лучшего. Вперло на мясницкий нож, бегай с мясницким ножом. Мясницкий нож тоже очень крутая штука, если собрать на него модификации. И очень дешевая, да? Очень важный момент. Красиво? Красиво. Ну вот так вот и идем в эконом-режиме. А что нет? Мне кажется, офигенски. Вот этот быструн, он быструн, да? Если ты будешь растягивать их, то его ты прям раз на раз щелкнешь, а потом уже за толстяка возьмешься. Оп, видишь, да? Надо не забывать, у меня турель, да, там. Все, раз на раз просто бомбанули. Меняем положение и побежали в обраточку. Не остается жизни, да, все фигово. Без проблем, побежали и лечимся. Лечимся, 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 да? И убегаем по свободной уже территории. Все, 100-100. О, смотри. Оп, блинчики. Ну вот, смотри. Видишь, не жмется хил. Вот этот момент не забывай. То есть он нажмется только тогда, когда я чуть-чуть проголодаюсь, да, и все такое. Это про-зачистка. Просто напомню, про. То есть, если зачистка не про, я тебе обязательно покажу. Тебе действовать надо вот так. Так, я сейчас покажу в самом конце, да, перед паровозом ко всем, кому можно вот так красиво подползти. То есть ты можешь сделать удар и потом уже красиво добивать. Да, блинчики. Если тут, да блин, друг. Если тут по линии красиво ты подползешь до желтой полосы. Вот здесь до желтой полосы, не дальше. Ты всекаешь одного зелененького человечка, да, и второй тебе вообще ничего не делает. Это очень классная фишка. Так, сейчас будет достаточно сложный бой. Ой, у меня еще периодическое лечение есть, поэтому я вообще вот так вот сделаю. Чик. И растягиваем, да. Че нет-то? Пускай быстрые парни вперед идут. Хочешь еще экономней. Растягивай дальше. Больше беготни, больше экономней. Ну, мне вот так тоже достаточно. Оп, нормально, нормально. Никакого воина из-за угла. Обрати внимание. Вот этот сет, который я трачу бомжинский, да. Тебе тут столько сетов надают. Ёлы-палы, тебе хватит. Хватит тебе. Оу, подошли к классному моменту. Учитывая, что у меня всего лишь разбитый противогаз, как я могу вообще это безобразие облутать? Ну, все просто, да. Подбежать к ящику, одеть резко противогаз. И хотя бы один ящик открыть. Типа того. Побежали. Не торопимся. Стоит ли оно того, бро? Стоит. В каждом ящике здесь может быть и модификация, и билет, и огнестрел. Все подряд. Не успел. Вот отстой. Где берутся противогазы? Привалу дороги. Когда ты байк собираешь, тебе и вентик дают такой шикарный. Привалу дороги, да. И здесь, в бункере Альфа, вот за эти билеты красные. Ну, не успел и не успел. Ладно. Чего уж панику-то разводить? Подумаешь. Экономно противогаз юзать я тебе сейчас показал, да, как? То есть забегай в эту кислоту, пускай тебе наносят дамаг, ничего страшного. Ничего абсолютно страшного. Ну, подумаешь, чуть-чуть покоцают. Подошел к ящикам, и тогда одевай противогаз. Как только открыл первый ящик и второй, тут же заходишь в инвентарь и снимаешь быстро противогаз. Все. Одного противогаза тебе на две зачистки стопудово будет хватать. И это? И это, блинчики, круто. Чего там говорить? Это круто. Ну, любой, да, коса, разрушитель, пофигу. Так, вот так давай сделаем. Хорошо вообще. Ровненько прям. Ну, вот и все, мы почти закончили. Почти закончили. Был воин из-за угла? Не было. Хорошо зачистили? Вообще фантастически. Мутина. Хорошо. Вообще фантастически. А как тебе все ящики все-таки вскрыть? Вот ты скажешь, нифига себе, так я же все ящики не вскрою. Кто сказал? А кто сказал, что кого-то вообще надо убивать, чтобы ящики вскрывать? Кто такое придумал? Тебе не обязательно все прям выщелкивать, чтобы ящики открывать. Воде этих бомжей за собой. Да, и готово. И просто открывай ящики. Сейчас будет большая-большая толпа. У меня уже штанишков нет. То же самое, да? Растягиваем. Бежим, бежим, бежим. Нам надо бы струнов с тобой оттянуть. И желательно вот этого, которого мы уже покоцали, его и убивать. А потом уже вот этого толстого, большого. Нормально? Нормально. Чего нет-то? Вот за этой дверью очень классная вещь. Очень классная прям вообще. Гаечный ключ или молоток. Я думаю, ты это уже знаешь. Вот эту орду единственную я тебе посоветую не бомбить, если ты не собираешь паровозы. Я ее сам никогда не бомбил, пока паровозы не начал водить. Серьезно, она тебе не нужна, бро. Там очень их много. И они вообще отстойные. Вот этих зелененьких, которые в комнатке, тоже не бомби. Если без войны из-за угла, есть вариант, как их убивать. Огнестрелы. Если нет, то они тебе очень много снимут. А теперь, а теперь, а теперь, а теперь показываю. А как все-таки, допустим, вскрывать ящики, если у тебя нету гранат, да? Ну как бы, а что тут показывать? Я думаю, ты и так знаешь. Давай для начала покажу тебе вот эту фишку. Ты можешь делать один удар, и тебе не будут ничего за это делать. Тебе нужна максимальная оттяжка. Как выявляется максимальная оттяжка? Нажимаешь? Если он ползет, это была фигня. Ты не должен ползти. Ты должен встать на максимальном расстоянии от толстяка, но при этом не ползти. Оп. Оп. Вот она максимальная оттяжка. Ну ладно, это была не максимальная оттяжка. То есть, даже если ты откиснешь, ничего страшного. Что переживать-то? Вернись и забери свой лут, да? Вот и все. Переживай, когда лутаешь вот такие локации. Вот такие вот, да? То же самое каменная, болотная локация или дубовая. Вот за них переживай, потому что в них труп сразу исчезает, как только ты умираешь. Здесь я могу спокойно прийти сейчас и его забрать. Мустиная, мустиная. Страшненько, слушай. Если ты второй раз подряд умираешь, то первый труп исчезает, да? Не забывай об этом. Берем наш разрушитель. Не знаю, по дальности атаки, возможно, коса полная отстой. И повторяем все то же самое, да? Максимальная оттяжка нужна. Да ты что ты будешь делать? Тут что-то не получается. Бро, смотри, вообще эта вещь нормальная. Она должна получаться. И сейчас на хвосте вот с этим мужчиной, да? Я тебе как раз покажу, собственно, что ты можешь делать и надо ли тебе их убивать. Абсолютно тебе их убивать не надо. Вот так их водишь за собой и лутаешь все ящики. Понимаешь, да? Он сейчас очень близко ко мне. Я мог сделать по-другому. Я мог убежать куда более дальше. Теперь показываю толстяков, которых можно вот так со спиняки бомбить. Вот этот мужчина тоже. Да ты блинчики. Ну ты видел, тот мне не всек, да? Не всек тот? Не всек. Самое главное я тебе показал. Слушай, я первый раз такую вещь вообще делаю. То, что я сейчас делаю. Серьезно. То есть он тебя палит с туалета. И попутно сразу попробуем паровоз собрать все-таки, да? Смотри, нормально, да? Единственное, парень, вот этому можно всечь. Ах ты блин, ну я его заагрил. Надеюсь на твое понимание. Я сейчас объединяю паровоз и не паровоз, да? Поэтому вот могут быть такие ляпы. Вот этот парень в комнатке тоже можно всечь. Тут главное аккуратно как бы подползать не с лица. Ну, в общем, максимальное расстояние тебе нужно от них. Оп, хорошо, да? Вот этот парень тоже можно. Вот этот вот. А вот этого просто выпускаем. Вау, получается классно. Только сейчас не обкакаться. Так, здесь, здесь смотри. Вот этот вот, вот в этой комнате. Вот этого нельзя таким образом бомбить. Вот этого можно было. Вот этого можно, но сложно. Ну и все, я показал тебе всех пацанов. Теперь агрим свой паровоз. Вау, классно получается. Только хил... А, у меня есть еще самолечение, отлично. Теперь собираем самый простой, стандартный паровоз. И вот сейчас я просто ртом вперед бегу домой на базу. Если вдруг толстяки... Вообще тут спринт, конечно, надо юзать. Если вдруг толстяки. Получаешь дамаг и сквозь них пробегаешь. У меня получилось показать тебе всех толстяков, которым ты можешь разрушителем всечь. Выходим по шажку, да, и кидаем. Как только граната отнялась, все отлично. Не отнялась, значит, ну, типа ты не попадаешь. Ну, прям совсем по маленькому шажку делай, а то откиснешь. Вот так, кидаем две гранаты и заходим назад. Что делать дальше? Дальше просто делать, добивать их. Что еще можно сделать здесь? Лучше, конечно, имей хил, потому что... Ну, а вдруг не успеешь добить, придется, да, а вбегать, вбегать. Умрем не страшно, бро. Мы придем сейчас и заберем свой лут. Я не понимаю, а почему он сохранился-то, этот бомж? Вообще негодяй, да? Ладно, не страшно. Если у тебя еще нет огнестрелов, просто не убивай их. Не убивай их. Давай сохраним ему жизнь. Пускай он за нами бегает, а мы при этом с тобой будем лутаться. Сносить ли вот эту турель? Вот, турель стоит. Лучше сноси. Потому что там в ящике всегда резинки, морезинки, куча всякой нужной фигни, да? Вот этот вот яростный гигант, который сейчас за мной бегает. Вот представь, что это не один яростный гигант, а целая толпа. Я спокойно буду бегать и лутать все ящики. Это если ты совсем новичок. Ну, то есть ты только начал играть, да? И ты по факту не можешь себе позволить гранаты или еще что-то. Бегаешь просто и все. Еще один целый. А почему? Я не дождался их. Ты представляешь? Я не дождался. Рукожок. Еще один. Мне говорили про эту фишку. Ты знаешь, что это такое, бро? Если ты умираешь, зомби лечат хп. Вот что это. Это новая какая-то фишка. Тех, кого ты не добил, они лечат хп. Серьезно. Вот такая дичь. Опачки. Обманули, обманули. Балбесы. Иди сюда, мустина. Можно лутать ящики, не убивая их? Можно. Ну, вот этот сейчас не успеем, да, взять. Ну, все остальные-то. Бежим спокойно и забираем. Все облутали. Все облутали. Нет, не все. Вот здесь еще. Дэ. Если мужчина говорит Дэ, значит так и есть. Вот он, последний ящичек. Нововведение вообще дикость. Такого раньше не было. Реальная дикость. Ну, вот и все. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся, подписывайся на канал, если еще этого не сделал. Ну, и, конечно, оцени ролик луксом. Удачи тебе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok